В нашем доме не было ни периодического проотапливания, и на сегодняшний день батареи у нас холодные, люди все замерзают, пожилые люди и дети. Вот у нас совершенно здесь вот в жутком состоянии вообще батареи, к ним вообще не подойти. Ирина Владимировна уже не первый год с началом отопительного сезона перетаскивает электрическую батарею из комнаты в комнату, одевается потеплее и звонит по инстанциям. Что у нас, когда у нас отопление будет? Ну, пока неизвестно. Пока неизвестно. А что такое там случилось? Такое прям все неизвестности. Запломбировано у нас. Что у вас запломбировано? Теплосетями. Теплосетями? Я звонила в теплосеть. Мне сказали, ничего в теплосети не запломбировано. Ситуация не прояснилась, и когда съемочная бригада подъехала в жилком сервис номер 3. Один начальник оказался на совещании, другой заболел. Секретарь нужной информации, по всей видимости, строго секретной, не обладал. Сегодня вопрос решается этот. Значит, у нас там что-то с документацией, с теплосетью, и трубы вроде как все проверили у нас, они работают. Ну вот что-то где-то, я точно вам сказать не могу. Ничего конкретного не ответили и жильцу из другого дома. Нет, я пришла по поводу Невского-134. У нас половина дома топится, половина нет. Я три раза уже давала заявку. Берут телефоны. Холод собачий. У меня уже 15 тысяч ушло на лечение детей. Кому я должна этот счет выставить? Скажите, пожалуйста. Сказать или не сказать, почему дом отапливают и как жильцы будут платить за тепло или его отсутствие, в каждой конторе решают на свое усмотрение. Единого графика подключения отопления в конкретный дом в Петербурге нет. Известно только, что без тепла до сих пор остаются десятки домов. Особенно повезло уже по традиции жителям Центрального и Колпинского районов. Альдона Дегтярева, Кирилл Легоньков, Кирилл Краснов, Новости 24, Петербург.